Bien, bonsoir! Добрый вечер всем, кто изучает французский. Здравствуйте! Я хотел сегодня обратиться к вам в этом видео для того, чтобы обратить внимание на глаголы. Третья группа. Как вы уже поняли, знаете, наверняка, самая основная часть речи для любого языка – это глаголы. Для французского, в первую очередь, язык активный, динамичный, энергичный, поэтому приходится делать особый акцент на глаголах. Глаголы бывают разные. Бывают глаголы типичные, их, слава богу, во французском языке. Большинство – это глаголы первой группы. Есть глаголы чуть менее типичные, но, опять же, подчиняющиеся идеально грамматическим правилам и структуре – это глаголы второй группы. И есть глаголы неправильные, которых почему-то очень часто боятся, но, на самом деле, бояться их не стоит, они уж очень часто употребляются. В силу того, что глаголы третьей группы так часто используются в речи, они затираются до уровня автоматизма и используются легко. Просто используйте их чаще. Вопрос – какие глаголы использовать? Об этом вам пойдет речь сегодня в этом видеообращении, которое послужит вам видеошпаргалкой по использованию глаголов третьей группы. Конечно же, я в этом видео не буду спрягать все глаголы третьей группы, и достаточно много. Обращу внимание лишь на те, которые наиболее часто употребляются по французскому языке. Итак, для того, чтобы говорить на языке, нужно владеть глаголами. Глаголами, которые будут для нас визитной карточкой в мир понимания. Французы используются очень часто. Это глаголы исторически наиболее употребимы. То есть к ним мы обращаемся как бы по существу вопроса. Это витальные глаголы, которые используются в жизни. Без них как бы нельзя обойтись. Ну, поскольку я решил в этой видеошпаргалке обратиться к вам с целью испоряжения глаголов, которые расположены по порядку, то они хотя и будут глаголами частотными, то есть наиболее часто встречающимися во французском языке, все же будут изложены в алфабитном порядке, а не в порядке их убывания с точки зрения самого-самого распространенного глагола и, да, наименее распространенного среди распространенных. Поэтому в этом видеообращении, внизу этого видео будут эти глаголы в списке, я буду их спрягать и, пользуясь наиболее правильным французским произношением, которое буду истинно с желанием рекомендовать вам копировать, произносить правильное спряжение этих глаголов в настоящем времени. Итак, давайте начнем. Глагол «aller» – куда же нам без него? Двигаться вперед. «Алли эти» – «Je vais», «Tu vas», «Il va», «Nous allons», «Vous allez», «Ил vont». Еще раз. Глагол avoir. Патриарх французского языка. Наверное, главный глагол, благодаря которому существует спряжение. Даже глагол être второй по значимости, вспомогательный глагол, спрягается в сложных конструкциях и временах с avoir. Итак, глагол avoir, иметь. Глагол batre, быть. На его примере можно спрягать глаголы, которые заканчиваются на atre в французском языке. Биться, combattre и так далее. Дебattre, обсуждать. Итак. Глагол. Je bats. Tu bats. Il bat. Nous battons. Vous battez. Ils battent. Je bats. Tu bats. Il bat. Nous battons. Vous battez. Ils battent. Глагол. Боив. Пить. Je bois. Tu bois. Il bat. Nous buvons. Vous buvez. Ils boivent. Je bois. Tu bois. Il bat. Nous buvons. Vous buvez. Il boivent. Paraitre. Глагол. Conaitre. Знать кого-либо. Или что-либо, типа французский язык, но не все подряд. Conaitre. Je connais. Tu connais. Il connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Il connaisse. Этот же глагол по типу. Paraitre. Казаться. Je parais. Tu parais. Il parait. Nous paraisons. Vous paraissez. Il paraisse. Глагол. Ишчузать. Disparaitre. Також как парaitre и connaître. Je disparais. Tu disparais. Il disparaît. Nous disparaissons. Vous disparaissez. Il disparaisse. Глагол. Курир. Бежать. Je cours. Tu cours. Il cours. Nous courons. Vous courez. Il cours. Глагол. Кouvrir. По кровати. На кровати. Couvrir. Je couvre. Tu couvres. Il couvre. Nous couvrons. Vous couvrez. Il couvre. Глагol. Ouvrir. Strадать. Je souffre. Je souffre. Tu souffre. Il souffre. Nous souffrons. Vous souffrez. Il souffre. Глагol. Croire. Croire. Еще раз. Je crois. Но еще чаще встречаются глаголы его типа. Такие, например, как. Глагол «продуир». Производить. Je produis. Tu produis. Il produit. Nous produisons. Vous produisez. Il produise. Такие, как. Глагол «traduire». Переводить. Je traduis. Tu traduis. Il traduis. Nous traduisons. Vous traduisez. Il traduise. Я даю вам глагол в инфинитиве, а дальше исперегаю его в личных формах. Следующий глагол «construire». Строить. Je construis. Tu construis. Il construit. Nous construisons. Vous construisez. Il construise. Глагол «nuire». Je nuis. Tu nuis. Il nuit. Nous nuisons. Vous nuisez. Il nuise. Глагол «reconduire». Провожать. Такой же, как глагол «conduire». Вести. Je reconduis. Tu reconduis. Il reconduis. Nous reconduisons. Vous. Reconduisez. Il reconduis. Глагол следующего типа «devoir». Почему-то вызывающий большие сложности. Может быть, если я сказал про это в отношении этого глагола вам, у вас их будет меньше. Глагол «долженствовать» или «быть должным». Devoir. Devoir. Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Encore une fois. Еще раз. Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent. Le verbe «dir». Глагол «говорить». «Dir». Je dis. Tu dis. Il dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent. Обратите внимание на специфику этого глагола в форме «vous». Je dis. Tu dis. Il dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent. «Rodir». И глаголы его типа. Такие как «contrdir», спрягающиеся отличным образом в форме второго лица множественного числа. Смотрите. Je contredi. Tu contredi. Il contredi. Nous contredisons. Vous contredisez. Il contredisez. Равно как и все глаголы, кроме «rodir», которые спрягаются во втором лице множественного числа. Вы также. Je redis. Tu redis. Il redis. Nous redisons. Vous redis. Il redis. В отличие от, скажем, глаголу «prédir», предвещать, предсказывать. Je predis. Tu predis. Il predis. Nous predisons. Vous predisez. Il predisez. Будьте внимательны. Заодно и проверьте книги вашего спрягания. По глаголу «dir» это можно сделать очень легко, если в вашей книге спрягания глаголов в таблице или на вашем сайте. В глаголе «contredir» стоит такая же форма второго лица множественного числа «вы», как и в глаголе «dir». Можете смело отправить вечерник на помойку или сайт закрывать. Глагол «dormir» – «spать». Je dors. Tu dors. Il dors. Nous dormons. Vous dormez. Il dorme. То же самое, как и глагол «endormir» – «zasыпать», который я предпочту проспрягать в возвратной форме. «Zasыпать самому», а не укладывать кого-либо. И это можно сказать, как и глагол «сэндормир». «Сэндормир». «Засыпать». «J'écris», «tu écrit», «il écrit», «nous écrivons», «vous écrivez», «ils écrivent». Le verbe «inscrire» – «писать». Я просто предлагаю его в возвратной форме «sinscrire». Уж более тянет прикоснуться к форме французского образования. Зачислится в университет, по-французски будет «sinscrire à l'université». Именно так делают. Но это очень важно посмотреть в университет французского в школе. «Je м'inscris», «tu т'inscris», «il s'inscrit», «nous nous inscriвons», «vous vous inscrivez», «ils с'inscrivent». Глагол «être». Мы не знаем, что мы не можем добрались. «Être» – «у не «пас être». Быть или не быть. «Je suis», «tu es», «il est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont». «Encore une fois». «Je suis», «tu es», «il est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont». «Le verbe faire». Глагол «делать». «Je fais», «tu fais», «il fait», «nous faisons», «vous faites», «ils font». Какая интересная специфика у этого глагола. В первом лице множественного числа «nous», вместо обычного буквосочетания «a-i», которое произносится как «e», у нас стоит буква сочетания «a-i» произносится так же. Обратите внимание, это исключение в этом глаголе. «Nous faisons», мы не говорим «faisons». Обычно это буквосочетание, я говорил сам правильно, будет читаться как «e» во всех ситуациях, кроме этого глагола. «Nous faisons», дальше «vous faites», «il font». «Je fais», «tu fais», «il fait», «nous faisons», «vous faites», «il font». Глаголы типа «contre faire», «de faire», «mal faire», «mé faire», «par faire» и так далее спрягаются так же, так же. То есть в их втором лице множественного числа тоже стоит буква «t». Смотрите. Глагол удовлетворять «satisfaire», «je satisfais», «tu satisfais», «il satisfais», «nous satisfais», «nous satisfaisons», «vous satisfait», «ils satisfont». Глагол «contre faire», «противодействовать». «Je contrefais», «tu contrefais», «il contrefais», «nous contrefaisons», «vous contrefait», «ils contrefons». И так далее. В отличие от глагола «dir», который лишь в втором лице множественного числа глагола самого «dir» или «redir», приставочка «re», является собой форму исключения «в», на букву «t». «vous faites», «vous dites», «no, je vous contrefais». Верб «joindre», «присоединяться». Обратите внимание на специфику произношения этого звука «oind». Итак, «je joins», «tu joins».